В Подмосковье. Час дня. Радио 1. Первая подмосковная. Новости. Здравствуйте. В студии Ольга Кучевская. В этом выпуске российские легкоатлеты остались без Олимпиады 2016. Компания «Вимави» отменила сегодня 9 рейсов из столицы Крыма в Москву. И конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» пройдет в Подмосковье. Далее подробнее об этих и других новостях. Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск Олимпийского комитета России 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Таким образом, российские легкоатлеты не получили разрешение на выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом своей страны. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Исключение составит прыгунья Дарья Клишина, которая тренируется в США. Отмечается, что Олимпийский комитет России может обжаловать решение КАС в швейцарском федеральном суде в течение 30 дней. В Кремле по-прежнему заявляют, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Бразилии, несмотря на решение суда в Лозанне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Компания Вимави отменила сегодня 9 рейсов из столицы Крыма в Москву. Это следует из данных на онлайн-табло Симферопольского аэропорта. Почти на 8 часов был до этого задержан рейс Симферополь-Москва. И рейс Симферополь-Санкт-Петербург был задержан на 10 часов. Накануне вечером Росавиация предупредила авиакомпанию о возможном ограничении в выполнении чартерных перевозок в связи с частыми задержками рейсов. На устранение проблемы дана только неделя. Порядка 400 миллионов рублей выделили в Подмосковье для улучшения жилищных условий молодых семей в текущем году в рамках финансирования программы «Жилища», сообщает сегодня пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина. В регионе продолжается реализация государственной программы «Жилища». И одна из подпрограмм этого федерального плана предусматривает обеспечение квартирами молодых семей. Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2016» пройдет 27 июля в Ступинском районе. Соревнования будут включать теоретическую и практическую части. Лучшего лесного пожарного выбирают в Подмосковье второй год подряд. Специалист, который завоюет это звание, сможет принять участие в финальном этапе конкурса, куда приедут лучшие лесные пожарные со всей России. Заслуженная артистка России и художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя Нонна Гришаева сегодня празднует день рождения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ее знаком преподобного Сергея Радонежского. И сегодня же Нонна Гришаева стала гостьей открытой студии «Радио-1» в доме правительства Московской области. Слушайте включение сразу после двухчасовых новостей в 14.05. В завершении выпуска курсы валюты и о погоде. Курс валют Доллар по итогам сегодняшних торгов 63,74 рубля, евро прибавил 30 копеек и стал 70 рублей 30 копеек. Погода В столичном регионе сегодня переменная облачность без осадков. В Москве плюс 20-22, в Сергеевом Посаде, Орехово-Зуеве, Шатуре, Серпухове и Коломне до плюс 24-х. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Эти и другие новости на сайте «Радио-1.Ньюс». Радио-1. Первое в своей области. Радио-1. Знаем, о чем говорим. Серпухов. Центр текстильного и полотняного производства в Подмосковье с петровских времен. С экстравагантным павлином на гербе. Город славится богатейшей коллекцией живописи и зубрами в Преокско-террасном заповеднике. Слушайте «Радио-1» в Серпухове на частоте 98,2 FM. 98,2 FM. У вас есть новости, которыми вы хотите поделиться? На ваших глазах произошло что-то важное или необычное? Звоните. 8-495-660-2476. И рассказывайте о главных событиях. Создавайте новости вместе с нами. 8-495-660-2476. Реклама на «Радио-1». Внимание! Копить на квартиру больше не нужно. Есть 80 тысяч рублей? Сделайте первоначальный взнос по ипотеке и квартира ваша. 6 километров от МКАД. Более 50 вариантов планировок. Дворы без машин для ваших детей. Премиальная архитектура. Живите в красоте. Звоните прямо сейчас. 104-53-30. Код города 495. 104-53-30. Проектная депутация по адресу. Город Видное, Велокаменная, Шасса 20. Срок акции до 31 июля 2016 года. О, ваш город. Деньги за продажу машины в среднем за 36 минут? Кто сказал, что это невозможно? С нами возможно многое. Звоните. 135-35-30. Код города 495. Выкупаем ваш автомобиль до 20% дороже трейд-ин. Убедитесь в этом сами. Звоните прямо сейчас. 135-35-30. 135-35-30. ООО «Силаникар». Внимание, внимание! Уникальное предложение. Квартиры и апартаменты в Москве от 5,5 миллионов рублей. Звоните. 125-49-94. Код Москвы 495. 15 минут пешком до метро Фили и парка. Прекрасные виды на Москву-реку. Первая очередь сдана. Идет заселение. Дешевле не будет. Звоните. 125-49-94. Повторяем. 125-49-94. Проект на декларацию. Адрес Москва. Береговый поезд. Дом 5. ООО «Силаникар». Идет заселение в новом жилом комплексе в городе Видное. Монолитный дом. Закрытая территория. Подземный паркинг. Всего 4 километра от МКАД. Звоните. 104-39-30. Код города 495. Только до 31 июля. Выгода до 500 тысяч рублей. Не упустите шанс. Предложение ограничено. 104-39-30. Повторяем. 104-39-30. Проект на декларацию. Адрес Москва. Проспект 3. Родок 95. Тремя 3. Завосить 20. Реклама. Радио 1. Первое в своей области. Именем Закона. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Именем Закона». Я ее ведущая Оксана Танеджа. А в гостях у нас сегодня Александр Сергеевич Голанов. Эксперт по делам религии при Министерстве юстиции Российской Федерации по Ярославской области. Здравствуйте, Александр. Добрый день. И Дарья Андреевна Попова. Общественный деятель. Эксперт по ДНК. Лаборатории Medical Genomics. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам поговорить на такую очень важную, очень непростую, я бы даже сказала, где-то тяжелую тему, которая звучит как трафикинг и польза ДНК в сфере безопасности детей. Вот все больше и больше в наш обиход входит понятие безопасности детей и особенно детей. Вообще, в принципе, слово безопасность становится очень ценным словом и все чаще получается, что мы вовлекаемся в международные проблемы, которые в том числе становятся нашими проблемами. Вот такое слово, как трафикинг, почему оно стало актуальным для России, не будучи, так сказать, рожденным в нашей стране? Даша, что скажете по этому вопросу? Безусловно, потому что преступности приобретают международные масштабы и сейчас уже необходимо приобщаться к международным конвенциям, протоколам, направленным для пресечения и предупреждения подобных преступлений. Вообще, понятие трафикинг, если говорить в переводе с английского, это торговля людьми. С какой целью? С целью эксплуатации. Но под этим понятием может эксплуатация быть абсолютно разная. В том числе, это действия, направленные на эксплуатацию с получением выгоды. Но эксплуатация это всегда получение выгоды, потому что в том и смысл, наверное, эксплуатации, что тебе какую-то услугу, предположим, оказывают, а ты за нее ничего не платишь. Либо получаешь выгоду, то есть оказывают услугу, и ты за нее получаешь еще плюс. Да, то есть ты еще на этом зарабатываешь. Безусловно, конечно. И вообще по статистике, вот торговля людьми стоит на втором месте по доходу, теневому доходу после наркобизнеса. То есть настолько большие деньги вот в этой сфере вращаются. Безусловно. А что мы можем отнести вот к торговле людьми? Я имею в виду, для чего делается? Какие услуги оказываются? Да, если перечислять те преступления, которые входят под понятие трафикинг, это в первую очередь эксплуатация, рабство, в том числе сексуальное рабство, использование людей и детей в частности для попрошайничества, для незаконного изъятия и трансплантации органов и тканей, для вербовки в различные террористические группировки. Сейчас есть ряд известных группировок, и вот по статистике могу привести, в 2015 году на территории России было завербовано около двух тысяч людей с целью использовать их как солдат. Это по статистике ФСБ. ФСБ. Но это вот только на территории России или мы имеем в виду бывшие страны Советского Союза? Только территория России. И кого вербуют? Вербуют только детей или вот среди тех, о ком вы говорили, люди разных возрастов? Совершенно разных возрастов. Это социально, наверное, нереализованные люди, которым что-то, наверное, не хватает в жизни. Но дети и подростки становятся чаще жертвами подобных преступлений. Дело в том, что они, во-первых, лучше и быстрее идут на контакт с преступником. Как правило, вербовщики, они точно знают, они очень тонкие психологи, они точно знают, какому человеку что нужно сказать, то, чего ему не хватает в обычной социальной жизни. То есть подход получается индивидуальный, да? Абсолютно, да. Какого-то, может быть, признания, может быть, каких-то дозволений, если мы говорим о подростках. Если ему что-то запрещают дома, то в этой организации ему все разрешено. Александр, вот ваш опыт, наверное, как эксперта по делам религий, да, вот при Министерстве юстиции, о чем он говорит? Ну, у нас был очень такой прискорбный прецедент в 2014 году произошел, когда под видом православного приюта, потом оказалось, что это был не православный приют, а это была семья, которая усыновила шестерых детей. Но суть заключалась в том, что была некая, можно сказать, это община, или несколько домов, стоящих рядов, огороженных забором, где находились усыновленные шестеро детей. Но по фактам поступающим, там доходило до 20 и больше детей, которые находились вот в этом месте. То есть это была некая приемная семья? Вот они себя называли православным приютом. Вот. И были такие прецеденты, что там как бы мамам просили, ну, мама пошла на заработки, ну, оставь ребенка, пусть будет у нас... А, то есть там можно было даже на время оставить ребенка? Да, да, да. Там были прецеденты, когда детей оставляли на время, и более того, одна... Вообще, откуда мы про них узнали, скажем так, был прецедент, что мама как бы оставила ребенка, потом захотела взять его обратно, и ей не стали отдавать. А, то есть вообще просто прекратили доступ... Да, сказали, мы тебе не отдадим. Ну, ты психически больная, но она была немножко задержкой развития. Мама, да? Да, да. То есть они посчитали, что человек дальше не пойдет обращаться ни в какие органы, не сможет себя защитить. Да, да, да. И ей стали помогать со стороны комсомольской правды вот там ребята. И в результате этого началось судебное разбирательство, ребенка отдали. Но сам трагедия того, в чем заключалась, что вот за год до этого шло разбирательство по поводу вот этой непонятной семьи, а через год находят труп ребенка с 28 ранами забитого. То есть фактически забитая девочка и одна из усыновленных. То есть вот из этой семьи. В этой же семье. Так. Вот. И когда стали следить, там вообще был очень интересный такой, как бы, ну, интересный в плане вот такого вот детективного сюжета. То есть милиция приезжает на труп. Должно быть шестеро усыновленных детей, а детей нет. То есть вот сидит одна женщина, ей 69 лет, и она в 60 лет усыновила. Ребенка, да. Шестерых детей сразу. Шестерых детей. То есть предполагается, что она их сможет дорастить, да, и вот... Нет, там очень много интересного накручено. Но там суть была в чем, что в настоящий момент идет судебное разбирательство. Под судом находятся четыре женщины, которые были близки к этой семье, там фактически две семьи. Вот. Защищает их шесть адвокатов. Трое из них высокооплачиваемые московские адвокаты. То есть есть деньги, все есть. Есть деньги, два года подряд уже идет разбирательство. Мы сейчас выезжаем на суды, мы отслеживаем, как идут эти суды. Но там трагедия вот в чем заключалась, что год до этого эта семья была под наблюдением, вроде как приезжали, проверяли, забирали детей, и никто ничего не находил. То есть все было хорошо, гладко и прекрасно. В 14-м году находят труп ребенка, сейчас идет разбирательство. И что нам было, как бы вот галочка, актуально в нашей теме. Дело в том, что когда встали детей, детей не было. То есть приехали милиция, детей нет. Никого нет, да. Один ребенок труп, один ребенок рядом. Их пятерых детей нет, нет вообще. Так. Через неделю детей довозят откуда-то. Они находятся. Да, находятся. Но что интересно, у детей не было медицинских карточек. То есть они вот не наблюдались в течение 10 лет. 10 или 12 лет там уточняется. Как они попали, видимо, в эту медицинскую, в эту православную приютку. Да, в эту семью. И женщина, которая их усыновила, сказала, я сама буду заниматься лечением детей, поэтому карточек не надо. И фельдшер карточек не заводил. То есть отследить, те ли дети это были неизвестно, которых она усыновила, и те, которые привезли в тот момент, когда был найден труп. Понятно. То есть когда началось расследование, вполне возможно, что произошла подмена детей. А вот так вот было, за счет подмены сейчас никто не говорит, но были интересные факты, что у одной девочки гинеколог признал, что отставание года на три по развитию. По развитию, да. То есть в зависимости от ее возраста, получается, да, что она не соответствует. От заявленного возраста. От заявленного возраста. Вот. Дальше. Психолог дает, что девочка не тянет на пятый класс, она отстает в развитии. То есть фактически она тоже года на три отстает. И педиатр говорит, да, девочка слабо развита, вот она вот, ну, скорее всего, да, она немножко не тянет. Вот на те 13 лет, скорее, ну, как 10-летний ребенок выглядит. То есть вот это касалось одного ребенка. То есть и возникал вопрос, может быть, ребенок нормального возраста, только возраст ему не тот дальний. Да, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Александр Сергеевич Голанов, эксперт по делам религии при Министерстве юстиции Российской Федерации по Ярославской области, и Дарья Андреевна Попова, общественный деятель, эксперт по ДНК, лаборатории Medical Genomics. Это программа именем Закона, и я ее ведущая Оксана Танеджа. И если мы говорим о ДНК, каким образом вообще ДНК-экспертиза могла бы помочь в данном вопросе? Вообще, для чего нужна ДНК? Что такое ДНК? Ну, буквально вот короткая все же какая-то справка для наших радиослушателей. Да, ДНК – это уникальный код человека, по которому можно идентифицировать личность. Он не изменен на протяжении всей жизни. То есть, с первого дня рождения он формируется, все. То есть, как отпечатки пальцев? Это даже намного надежнее, потому что отпечатки пальцев можно изменить с помощью каких-то видов изменений с кожей. То здесь это профиль, который, ДНК-профиль, он остается во всех биологических следах. Мы говорим и про ротовой мазок, и про отпечатки пальцев, слюны, кровь, то есть, все биологические пятна, материалы, биологический след. Чем это может быть полезно? Во-первых, с целью превентивной. То есть, я всем родителям всегда рекомендую сделать ДНК-профиль, ДНК-паспорт своему ребенку. Вот я сразу перебью вас, Дарья. А есть такое понятие вообще в законодательстве, как ДНК-паспорт? Вообще такое существует? Вы знаете, существует федеральный закон от 3 декабря 2008 года по номерам 242 о государственной геномной регистрации в Российской Федерации. И там есть порядок обязательно, кто подлежит обязательно геномной регистрации, и добровольный. Если мы говорим про обязательную регистрацию, это подпадает граждане, осужденные, отбывающие срок наказания за тяжкие, особо тяжкие преступления. Это лица, отбывающие наказание за преступления, связанные с неприкосновенностью, половой неприкосновенностью личности. Ну, то есть это, в общем, преступники, получается так? Ну, либо да, либо это неустановленные личности, биологический материал, который взят во время следственных действий, либо же неопознанные трупы. Все остальные люди, это только по добровольному желанию, можно генотипировать свой образец. То есть сейчас у нас законодательно такое требование не установлено, но нет ли специального запрета, то есть что люди не имеют права это делать, например, в добровольном порядке, обращаясь в лабораторию? Нет, такого запрета нет. Это можно обратиться так же, как делают для установления отцовства в любую частную, либо государственную лабораторию. Если говорить в частности про нашу лабораторию, то у нас разработана система для того, чтобы создать эту базу, и в первую очередь это база информационная, которая подлежит в том числе подзакону защиты информационной безопасности персональных данных. Как мы видим это? Поскольку я всем родителям рекомендую превентивно сдавать образец ребенка, для того, чтобы, если, не дай бог, ребенок пропал, всегда можно было бы в короткие сроки, а в поиске ребенка 24 часа называется золотыми, потому что если ребенок не найден в течение 21-24 часов, то шансы на его обнаружение крайне низко падают. Соответственно, если правоохранительные органы проводят идентификацию личности в течение двух недель-месяца, в нашей же лаборатории можно идентифицировать в течение 8 часов. Ну, то есть это экспресс такой, да, экспресс-метод. И были случаи, когда пропадали дети, и следственные органы выходили на след, находили в машинах, либо в каких-то квартирах предметы личной гигиены ребенка. Оттуда можно провести экстракцию ДНК, и проанализировав его, инфицировать, принадлежит этот предмет ребенку или нет. И, соответственно, если он принадлежит, то мы вышли на след, и мы идем правильно. Вот я хотела спросить вас, Александр, после того, как возникли сомнения в возрасте тех детей, которые исследовали, были ли проведены ДНК-экспертизы, например? Там на самом деле очень трудно оценить. Почему? Потому что так как не было первичной экспертизы, материала, да, вот нет первичной экспертизы, то даже если сейчас вот у этих детей взять ДНК-экспертизу, не с чем сравнивать. Да, конечно. То есть мы не сможем понять... Ну, хотя бы, знаете, вот на будущее, для того, чтобы вообще обезопасить детей. А тут ситуация вот какая интересная, что ответственность за детей, за приемные деньги несут люди, где они расположены. То есть это должно быть... Если они находятся в учреждении в детском доме, то это значит директор детского дома должен сделать запрос. То есть тут... Инициатива от кого должна исходить, да? Да, да. И поэтому сказать, что вот дети пострадали, вот сейчас их вытащили, давайте мы им сделаем паспорта, никто не имеет права это делать. За искренне тех людей, которые несут ответственность. То есть даже вот вы не могли это предложить, хотя вы участвовали в этом деле, насколько я поняла, ведь дело еще до сих пор не закрыто. Дело идет, и для меня-то это больше важно. В плане вот превентивных вещей, чтобы можно было хотя бы детей детдомов, например, как из зоны риска относящихся, чтобы хотя бы у них были паспорта, потому что если за семья, за своим ребенком, она как бы... Более строго следит, да. Если она благополучная. Да, если она благополучная, это правда. Если что случится с ребенком, который вот сбежал с детдома или что-то еще, то в принципе за ним стоит только вот директор детдома. Ну да, но то учреждение, из которого он убежал. Вот, и поэтому какова будет судьба такого ребенка? Куда он попадет? Кому он встретится? Плюс мы забыли сказать о незаконном усыновлении. И это до сих пор существует, и дети незаконно усыновляются и в российские семьи, и за границу. И только так можно... Ну да, вывозятся, и потом в принципе концов ты не найдешь. Трудно найти. А еще вот опасная ситуация, например, вот если попадает он, например, на попрошайничество, то есть он сбежал из детдома, попал в руки, допустим, тех же цыган, которые попрошайничают около храмов, например, или где-то еще. И вот как ребенок, если маленький ребенок, он вообще никак не сможет обосновать, кто он такой. Ну это естественно, там очень многие же дети, они вообще просто еще в младенческом возрасте. Вот, если ребенка украли из коляски, то опять же, то есть вот она стоит, цыганка с этим ребенком, и даже если милиция или полиция к ней подойдет, она им предъявит какой-то документ, на котором написана какая-то фамилия. Соответствует ли этот документ этому ребенку, никто не может сказать. Никто не знает. То есть это невозможно никак установить без... Какие документы? ...ДНК, например, экспертизы. Документы легко подделываются. Это правда. ДНК невозможно, потому что, если мы говорим о идентификации личности, то это стопроцентное сходство должно быть именно профилей. А опять-таки, возвращаясь к истории с цыганами, пару лет назад было громкое дело в Греции, когда в цыганской семье была найдена белокожая девочка. И по документам она проходила действительно как родная дочка. То есть паспорт был оформлен, да? Все документы были нормальны. Что она ее родила. Да, безусловно. А делается ДНК-тест, по результатам которого видится, что биологическое родство между матерью отсутствует. Ну, то есть оно просто невозможно. Да. А, кстати, насколько ДНК-экспертиза точна? Вот в этом случае, да, когда мы говорим идентификацию с профилей, то он точный сто процентов. Сто процентов? Прям вот не девяносто девять, там, я не знаю, не пятьдесят? Есть маленькая оговорка. Если у человека есть близнец, то у них профиль ДНК одинаковый. То есть если это близнецы монодиготные, то есть однояйцевые, то у них профиль ДНК будет одинаковым. То есть понять, например, это, ну не знаю, условно говоря, это Василий или это Петр невозможно. Именно вот в этом случае это единственное исключение, которое... Которое не дает гарантии. А как же быть в таких случаях? Есть какие-то предложения, может быть, вот именно по близнецам, я не знаю, может быть, еще... Здесь только дополнительно какие-то другие доказательства. Какая-то экспертиза еще есть? Нет, здесь, к сожалению, больше не такие возможности. Вот ДНК-экспертиза здесь бессильно, получается. Здесь, да, потому что мы получаем два одинаковых профиля. Но это, я не знаю, Вы меня ужасно расстроили, потому что я сейчас так воодушевилась тем, что Вы описали, что действительно это возможно. Конечно, это уникальный год. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что с Вами программа «Именем закона», я ее ведущая Оксана Танеджа, а в гостях у меня Александр Сергеевич Голанов, эксперт по делам религии при Министерстве юстиции Российской Федерации по Ярославской области, и Дарья Андреевна Попова, общественный деятель, эксперт по ДНК, лаборатории Medical Genomics. Мы с Вами говорили, перечислили в понятие траффинга, что входит и сексуальное рабство, и просто рабство, настоящая эксплуатация человек к человекам, и попрошайничество, и террористические группировки, то есть вербовка в террористические группировки. А что касается, например, трансплантации органов, это стоит как-то отдельно, или это входит также в понятие траффикинга, то есть для чего, собственно говоря, похищают людей? Вот как раз в этом случае ДНК необходимо. Во-первых, если мы говорим про незаконную трансплантацию органов и тканей для детей, то нужно учитывать, что для маленького ребенка, который нуждается в донорской почке, орган подходит только от такого же ребенка, примерно такого же возраста. От взрослого человека просто по размерам она не подойдет. И, соответственно, потребность в таких донорах, она возрастает. Соответственно, и цена на черном рынке тоже поднимается. Естественно, да, возрастает. Как можно использовать ДНК в этом случае? Мы всегда можем взять биологический след от органа и от предполагаемого донора, и инфицировать. И мы с точностью докажем, принадлежит этот орган донору или нет. Если да, то каким образом законно ли он был изъят? Мы сейчас прервемся на новости и вернемся в студию буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. В студии Павел Перовский. Здравствуйте. В этом выпуске Минтранс введет послабление для пассажиров. Добродел решил три тысячи проблем. И золотые кроссовки представили в Канаде. Подробности далее. Послабление для пассажиров предлагает ввести Минтранс. Если при оформлении на рейс в билете обнаружится ошибка в написании имени или фамилии, путешественника все равно пустят на борт. То же самое касается поездов и международных автобусов. Сейчас даже если одна буква, фамилия, имя, отчество в билете не совпадает с паспортными данными, то пассажиры имеют право не допустить до поездки. И такие случаи не редки. Порядка трех тысяч жалоб, поданных на портал Добродел, успешно решили в Подмосковье за прошедшую неделю. В частности, устранены ямы и выбоины на дорогах и во дворах. Улучшено состояние детских площадок. Устранены несанкционированные свалки и навалы мусора. Устранено нарушение правил уборки дворов и территорий. Интернет-портал Добродел заработал в 2015 году. Активисты провели рейд «Алкоконтроль» в восьми муниципалитетах Подмосковья за неделю. Выявили торговые точки, где ночью продавали алкоголь и стояли игровые автоматы. Рабочие группы проверили магазины в Химках, Люберцах, Балашихе, Железнодорожном, Клину, Звенигороде, Солнечногорске, а также в Волоколамском и Щелковском районах. Как отмечается, рейды в рамках проекта будут продолжаться до тех пор, пока в Подмосковье не останется ни одного магазина, нарушающего закон. Заслуженная артистка России, художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя Нонна Гришаева сегодня празднует день рождения. Губернатор Андрей Воробьев наградил ее знаком преподобного Сергия Радонежского. И сегодня же Нонна Гришаева стала гостью открытой студии «Радио-1» в областном доме правительства. Слушайте включение в 14.05. Кроссовки из чистого золота показал известный канадский рэпер Дрейк. Их вес составляет порядка 45 килограммов. Снимки драгоценной обуви исполнитель обнародовал на своей странице в Инстаграме. Как видно на фото, кроссовки до малейших деталей копируют оригинал. И золото отлитые текстуры кожи, и даже шнурки. В завершении выпуска курсы валюты о погоде. Доллар 63 рубля 74 копейки, евро 70 рублей 30 копеек. Погода. В столичном регионе завтра возможен дождь. В Москве до плюс 20. В Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Шатури, Серпухове и Коломне до плюс 22. Эти и другие новости на сайте радио1.ньюс. Именем закона. И мы снова возвращаемся к нам в студию. Напомню, что это программа именем закона. Я ее ведущая Оксана Танеджа. Говорим мы сегодня на тему трафикинг и пользы ДНК в сфере безопасности детей. До того, как мы прервались на новости, мы как раз говорили о деле, который сейчас находится на рассмотрении в суде. А дело это касалось села Масейцево Ярославской области, где некая Людмила Любимова организовала так называемый православный приют, который по сути являлся, ну это не приют, а это было, я не знаю, как правильно это назвать, как найти вообще этому название. Там просто люди, а именно дети находились в самом настоящем рабстве. Александр, вот хотела вас спросить, поскольку вы занимались этим вопросом, после того, как вы увидели, что там происходит, стали вникать в детали, скажите, вам вообще кто-нибудь помогал в расследовании? Какое отношение государственных органов на местах? Ну, как результат явилось то, что где-то год вообще никто толком этим не занимался. То есть мы создали общественную организацию защиты и просвещения специально для того, чтобы можно было писать заявление в органы прокуратуры, органы дознания, и спрашивать, как продвигаются дела, потому что частное лицо не может спросить, как идет дело. Да, они имеют права обратиться, вернее, обратиться может, но им не ответят просто. Да, да, да. А от общественных организаций можно. И вот уже полтора года идет расследование по этому делу, и фактически выяснилось, что никто, во-первых, не виноват, что по существующему законодательству то, что до этого год семья была под наблюдением, было следственное действие, и были обращения граждан, что над детьми издеваются, и это не видела опека, и никто сейчас не виноват. Единственный сейчас идет человек, это вот руководитель ростовской опеки, которая непосредственно давала добро на усыновление. И то сейчас идет разбирательство, и непонятно. Насколько она вообще виновата? Насколько она виновна, да. Скорее всего, она не виновата. Но это было странно, вот женщина, сколько ей было, 69, вы сказали, да? Ей было 58 лет, когда усыновила, но уже 10 лет она фактически занимается детьми. Содержит этот, не знаю, притон, как его. Сейчас 69 лет, то есть она, будучи пенсионеркой, усыновила шестерых фактически новорожденных детей. То есть вот почему-то ей разрешили. Да, и все было нормально в этом отношении. Вот, да, и не вызывало подозрений ни у кого. И тут проблема того, в чем оказалось, что юридически заставить, например, родителей раз в год проходить медицинскую экспертизу, чтобы проверить здоровье ребенка хотя бы. Мы не можем этого. То есть вы вообще никак не можете повлиять ни на что, получается? Ну вот мы вышли на уровень правительства Ярославской области. Мы там обсуждали вопрос о проведении, допустим, хотя бы ДНК паспортов для детей-сирот. Хотя бы для них. И какое отношение со стороны правительства вы видите? Это помощник губернатора написал, что мы не располагаем законными правами. То есть это надо выходить на уровень Государственной Думы, чтобы принимать решение о проведении, создании генетических паспортов детей. Хотя я считаю, что это очень важный момент, потому что вот та бумажка, которая выдается во время рождения ребенка, под названием свидетельство ребенка. Метрика и свидетельство о рождении. Это фактически единственный документ, по которому на протяжении 14 лет можно идентифицировать личность. Мы же понимаем, что по этому документу восстановить личность, тоталия личность, невозможно в принципе. Опять-таки, возвращаясь к этому вопросу, нередки случаи подмены детей в роддомах. Да, это действительно известно. Да, и по статистике на 10 тысяч родов, только в Москве, 4 случая подмены. Более того, хотелось бы заметить, были еще случаи, когда приписывали детей для получения пособий, для получения вещей. И был реальный случай, когда просто анализ мочи девочки вместо мочи мальчика отдали, только тогда выяснилось, что... Что это не тот ребенок, который был заявлен. Ну, а я не знаю, наверняка же еще все это гораздо сложнее и гораздо хуже ситуация. Ведь не секрет, что детей некоторых вообще выбрасывают и на улицы, и вот сколько сейчас полемики вокруг бейби-боксов нужно или не нужно. И наверняка так называемые суррогатные матери, которые рожают детей и отдают, наверняка это тоже все используется в этом понятии трафикинга. Да, вот я готовилась к эфиру, общалась со своими коллегами, в том числе коллегами-детективами, которые мне рассказали очень интересный случай. Но это даже не случай, это уже тенденция. Когда цыгане уже не воруют детей, а дают объявления в соцсетях о том, что ищут женщину, которая готова родить ребенка и отказаться в их пользу. И примерно цена от 200 до 300 тысяч рублей. То есть цена ребенка вот такова. То есть цена его жизни, по сути говоря. Да, безусловно. Это товар. И есть еще случай, очень интересный случай в Тульской области, потому что вот эта вот некая мадам любимого Промасейцева, у ней же был целый угоднический дом милосердия создан. Структура, которая имела как минимум в трех областях еще подобные дома. То есть это разветвленная сеть. Да, это достаточно разветвленная сеть. Так вот в Тульской области в одном из таких вот типа приютов делали, что женщин со сложной судьбой, их брали, приводили им мужей гражданских. Временных или постоянных? Ну, как сложится. Так. Вот, они рожали, и там у них находятся дети, где женщины родили трех-четырех детей. Фактически каждый год рожая по ребенку. Так, то есть она как инкубатор становилась. Фактически, да, фактически ферма. И ситуация какая, что она, во-первых, на нее получает пособие, получает очень неплохие деньги. В Тульской области там, по-моему, чуть ли не 400 тысяч, если ребенок психически больной. Возвращать эти деньги не надо, даже в том случае, если откажется. От ребенка. Конечно. Там на усыновление дают деньги, и потом можно его обратно вернуть, и деньги не возвращаются. А вот, насколько я знаю, существуют свидетельские показания вот в этой истории в селе Мосяйцево, что девочки использовались для эксплуатации, для работы на земле. Ну, там одно из таких серьезных... Дело в том, что у них в соседнем селе были еще дома, куда они отвозили детей. И там одно из свидетельских показаний, что их использовали для строительства личной церкви мадам Любимовой. А, то есть, госпожа Любимова, она еще и возводила храм Божий, да? Ну, вот она... За счет, пользуясь трудом, детей. Ну, скажем так, одни из показаний свидетелей, что они таскали кирпичи, помогали по хозяйству и прочие вещи. То есть, по крайней мере, такие показания есть. Следствие... Это следственные показания. И сейчас идет, разбирается, насколько достоверны и недостоверны... Все эти сведения, да? То есть, ну, сам факт того, что есть безнадзорные дети, которые, в принципе, никак не контролируются никем, позволяет очень широкий спектр эксплуатации использовать. Потому что там также описывали, что это вот село Галузиново, оно недалеко от Массейцева находится, что часов в 12 приезжали тонированные машины, забирали детей, увозили куда-то, потом обратно привозили. То есть, вот такая вот достаточно интересная... Да, и что они там с ним делали, можно только догадываться. Да, тем более, что недалеко оттуда, в 20 километрах, был прикрыт притон в селе Лахость. Это реальный случай, когда там были найдены, что детей приводило, там матери сами приводили, вроде как и все. Но это только раскрытые случаи. А были ли там другие случаи, нам просто неизвестно. Я хочу напомнить, что эта программа именем закона, я ее ведущая Оксана Танеджа, а в гостях у нас сегодня Александр Сергеевич Голанов, эксперт по делам религии при Министерстве юстиции Российской Федерации по Ярославской области, и Дарья Андреевна Попова, общественный деятель, эксперт по ДНК, лаборатории Medical Genomics. Давайте все же поговорим о том, что же можно сделать, чтобы привести подобную ситуацию к какому-то знаменателю, чтобы наши дети находились в большей безопасности. Ну и не только дети, но и взрослые тоже. Есть ли какие-то законодательные инструменты, может быть, какие-то есть инициативы, может быть, вы с кем-то сотрудничаете, может быть, уже на сегодняшний день существуют какие-то общественные организации, которые с этим борются? Одна из таких организаций, с которыми мы сотрудничаем, вообще наша лаборатория сотрудничает и с поиском, это «Жди меня» организация и поиск пропавших детей. Это волонтерская организация, и я, готовясь к передаче, связывалась с ее руководителем Дмитрием, уточняла статистику по пропавшим детям, и она, конечно, ужасающая. Официальная статистика – это 49 тысяч пропавших детей только в 2015 году, и эта цифра растет каждый год. Мы говорим о России сейчас? Мы только о России говорим. Где-то 20% из этого числа детей не находятся никогда. То есть, какова их судьба, мы можем только догадываться. И эта организация занимается поиском по всей России с помощью волонтеров, с помощью МЧС и других правоохранительных организаций. Но, смотрите, получается, что организация общественная, но все же они работают вместе с государственными органами. Как это получается? Это тоже какая-то добровольная основа, какая-то договоренность? Или как вот это все работает? На какой базе? Скорее всего, они просят помощь, потому что все-таки волонтеры, они не настолько профессиональны в этой деятельности, чем МЧС. Люди просто по зову сердца, я так понимаю, приходят и стараются помочь. Да, они проходят определенные курсы, но именно профессиональная помощь, она все-таки нужна. И, конечно, если говорить, вот мы спрашивали, сколько у вас дел где-то находится постоянно в работе, он говорит, от 80 до 180 дел, то есть детей, которых они ищут регулярно, постоянно. То есть это то, кого они не находят, или это вот просто держится такая статистика все время? Да, это держится такая статистика, сколько дел в работе. В работе, я не знаю, в месяц, в год, как вот можно рассчитывать? Ну, наверное, в какой-то период месяц, он мне сказал, какой период, он говорит, регулярно. То есть, видимо, не снижается, если я правильно поняла, то, о чем вы сказали, скорее всего, просто не снижается вот этот запрос. Хорошо, это общественная организация. Ну, вот я могу добавить вот что. Дело в том, что когда мы стали этой темой посерьезно заниматься, вести, я же стал говорить в правительстве области, что... Да, поднимать эти вопросы. Смотрите, то есть, вот, да, вот один приют мы нашли. Да. Приют, так называемый. Да. Но дело в том, что там есть еще шесть непонятных учреждений только по Ярославской области, где под видом там православные, неправославные, надо разбираться, находятся дети, каким-то образом существуют. И когда мы стали проводить юридическую экспертизу защиты детей законов, то было выявлено, что да, как минимум два закона у нас имеются дыры в законах, которые не дают гарантии, что дети медицински защищены, медицинскую помощь могут получать и образование. Потому что там еще был второй прецедент, что они были якобы на домашнем образовании, и никто не мог проконтролировать, как они психически и... Ну, вообще и физически, и психически, чем они занимаются. Дети выпадают вообще из-под контроля. И вот наша инициативная группа разработала вот как бы такие вот изменения, чтобы потребовать, чтобы хотя бы раз в год ребенок проходил, а, диспансеризацию, и либо школу, либо учебное заведение, по которому он приписан, чтобы хотя бы раз в год была отметка. В том случае, если ребенок год не явился, тогда, опять же, органы защиты, органы опеки должны под пристальным вниманием поинтересоваться, почему родители в течение года не нашли времени дать ребенку пройти медицинское обследование. Потому что те же дети в Масейцеване были, у них требовался и особый массаж, там были психически больные детки, которые требовали особого отношения. Отношения, конечно. Вот, а их годами не показывали врачам. Поэтому вот здесь встает вопрос, чтобы через Государственную Думу выйти с инициативой, а, обязательная медицинская диспансеризация, и обязательно школа могла проверить. Но это все бессмысленно, если у нас нет документа, по которым можно было бы идентифицировать ребенка. Ну да, то есть хорошая инициатива может столкнуться с тем, что... Потому что если ребенок нельзя идентифицировать, тот ли ребенок, то привезут одного ребенка вместо пятерых детей, и по документам у нас будет... Они прошли диспансеризацию. Да, и вообще все будет очень красиво. Поэтому встал вопрос о идентификации личности ребенка. Почему я вот и вышел как раз на Дарью именно с предложением, что как можно, и когда выяснилось, что это в принципе решаемый вопрос. Вопрос вообще решался, там дешевле биологического паспорта, по-моему, получается. Да, там сумма совсем незначительная. То есть они такие сравнимые, сопоставимые и понятные. Да, что в принципе это возможно там проводить, по крайней мере детям сирот однозначно можно провести. Но в принципе самая-то большая опасность представляют дети, которые живут у неблагополучных родителей. Конечно. Потому что дети в детдомах под присмотром, дети даже в опеку взятые под присмотром, а дети, которые якобы у благополучной семьи, но семья, допустим, алкоголиков или наркоманов, они фактически становятся самыми незащищенными. И вот это тоже вопрос. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня Александр Сергеевич Голанов, эксперт по делам религии при Министерстве истиции Российской Федерации по Ярославской области. И Дарья Андреевна Попова, общественный деятель, эксперт по ДНК, лаборатории Medical Genomics. Говорим мы о трафикинге и пользе ДНК в сфере безопасности детей. Хотела вот спросить, что же все же ваша инициатива? Услышана ли она была? Я не знаю, решается ли это на уровне Ярославской хотя бы области взаимодействия, взаимодействия, даже вот высказать не могу. Настолько меня потрясло то, о чем вы говорите. У нас ситуация была очень такая сложная. Дело в том, что у нас уполномоченная по делам детей ушла в связи с этим скандалом. И в области не было где-то полтора года уполномоченного в принципе, который мог бы отслеживать эти вопросы независимо от структур, контролировать. В мае у нас были выборы. Я выдвигался как кандидатура на уполномоченного. Меня не выбрали. Сейчас выбрали другого человека, которого, скажем так, тема Масейцева не интересна. И вот сейчас нам придется по новой, либо через депутатский корпус, либо через кого-то выходить на Государственную Думу с инициативой и с предложением. Государственная Дума Российской Федерации, правильно? Конечно, конечно. Скажите, Дарья, вы как общественные действуете в этом процессе? Да, я общаюсь с различными и общественными организациями. И мы перенимаем опыт международный. Конечно, я думаю, что сейчас стоит дождаться нового седьмого созыба в Госдуму и уже с депутатами прорабатывать этот закон, потому что необходимо вносить изменения в законодательную базу, готовить нормативно-правовые акты, которые будут регулировать порядок проведения таких ДНК-паспорта, осуществления его, проведения в жизнь, скорее. Система контроля детей, идентификация детей. Будет ли это на федеральном, будет ли это отдельно на региональном уровне, какое будет финансирование, государственное, частное, либо смешанное. Все эти вопросы должны быть отражены в законодательстве. Какие лица, какие дети будут подпадать в первую очередь, какие основания. Могу привести в пример, что такие базы, ДНК-базы, были созданы в Арабских Эмиратах, в Китае и в Гватемале. И насколько это эффективно? Вот в Китае в 2009 году была основана такая база, и за несколько лет было воссоединено более двух тысяч детей и семей. То есть их нашли? Их нашли. Там ситуация следующего образа. Когда родители обращаются с заявлением о пропаже ребенка, он сдает свой биологический материал и попадает в базу ДНК. Когда находится какой-либо ребенок, у него берется ДНК, и тогда уже очень легко сопоставить биологических родителей и найденного ребенка. Это намного проще, чем как у нас сейчас. Конечно, это намного проще. Но смотрите, ведь бывают и такие ситуации, когда детей усыновляют. Я имею в виду, что хорошие люди, они делают этого ребенка, усыновляют действительно, это их ребенок. Но как сравнить? Вы понимаете, вот как сравнить? Александр об этом говорил, что если это ребенок, который находился на государственном попечении, который из детских приютов, то там априори он должен быть ДНК профилирован и внесен в базу. Тогда это уже можно сравнить не с родителями, поскольку биологических нет, а есть только приемные. С базой, которая принадлежит туда. С его историей, откуда он был взят, кому был передан, и тогда можно идентифицировать более точно. Но вообще сейчас в России есть хотя бы что-то, хоть какая-то законодательная база, которая бы относилась к защите детей именно с точки зрения биологической защиты? То есть биологического определения ребенок, тот или не тот ребенок. То есть мы называем это именно защитой. Более того, даже сейчас идет обратный процесс, стали выступать, что даже от паспортов люди отказываются от новых и прочих. То есть сейчас идет очень нехорошая волна, даже, я бы сказал, мракобесная волна, в плане, что люди призывают отказываться от новых паспортов. А на чем основано? На религиозных. А, на религиозных основах? На религиозных основах, там число дьявола и прочие-прочие-прочие вещи. Это на полном серьезе обсуждалось. У нас одна из партий в нашей думе областной привозила этих товарищей, которые на полном серьезе говорили, что надо отказываться от паспортов. Потому что это число дьявола. Потому что там число дьявола, потому что, якобы, всех сосчитать хотят, а это все от дьявола. То есть на самом деле ситуация очень плохая. Ну, а как вы думаете, что можно сделать, чтобы ситуацию изменить? Какое-то, я не знаю, разъяснение, работать с людьми, законодательно менять, что делать? Мне понравилось, как сказали паспортные службы. Они стали говорить, что мы же, наоборот, делаем паспорта более защищенные. Новые паспорта, они более защищены, чем старые. Новые, вы имеете в виду биометрические? Нет, обычные паспорта. Они сейчас новые там вводят какие-то там свои. Защищены от подделки. От подделок. Вот. И можно вести именно по этому пути, что тебя, как личность, идентифицировать, чтобы ты мог обладать своими правами личности, чтобы ты мог заявить о себе, надо с детских состояний, государство должно гарантировать защиту ребенку, что вот он, Вася Петров, он и есть Вася Петров, что его потом никто не выкрадет и под чужим именем не продаст. И более того, ведь если бы были биометрические, я имею в виду, да, биометрические показатели, которые были бы зафиксированы, то есть, соответственно, и детей бы никуда не забирали, не увозили, не использовали, потому что очень легко определить след, так называемый, остается. Идентифицировать, откуда орган, откуда ребенок появился. Даже если ребенок ничего не может сказать, всегда понятно, откуда пошла линия. И поэтому были бы защищены российские дети-повы. Я хочу напомнить, что с вами была программа «Именем закона», я ее ведущая Оксана Танеджи, и в гостях у нас сегодня был Александр Сергеевич Голанов, эксперт по делам религии при Министерстве юстиции Российской Федерации по Ярославской области, и Дарья Андреевна Попова, общественный деятель, эксперт по ДНК, лаборатории Medical Genomics. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Будем поднимать эти вопросы и дальше, и надеюсь, что мы скоро увидим улучшения в этой сфере. Всего вам доброго. Именем закона